Если вы дослушаете этот ролик до конца, то я больше чем уверен, что в конце вы уже не будете обижаться на меня на это название и напишите мне в комментариях, убедил ли я вас, что я правильно назвал этот ролик. Повторю еще раз. Господа, вы лохи. Я имею в виду тех, кто сейчас живет в России и на самом деле думает, что вы живете в очень бедной, нищей, убогой стране и то, что я сказал в предыдущем ролике, полнейшая утопия. Если вдруг кто-то не знает, снизу ссылка на мое видео «Слом системы. Выход для России. Утопия или реальность?». Приблизительно 98% комментариев написали мне, что это полная, полнейшая утопия, что я сказочник, фантазер, романтик, мечтатель и тому подобное. Вот именно на это я хотел бы отреагировать. Вообще-то я законченный реалист. И мне казалось, что своими предыдущими роликами я вам это в какой-то степени доказал. Но что интересно, когда я стал рассказывать об абсолютно реальных, существующих уже сейчас вещах, люди, перенеся это на свою личную или на ситуацию своей страны, оценили все это как утопию. Более того, многие написали, что я придумываю, что то, что я показываю, это какие-то райские картинки. Этого не существует на самом деле. Я все привираю, преувеличиваю и так далее. Живущие в Германии, в Испании, во Франции подтвердили мои слова и сказали, да, действительно так оно и есть. Живущие в России восприняли эту информацию как фантастическую. И я подумал, в какой нужно находиться эмоциональной дыре, чтобы то, что существует реально, воспринимать как сказку. Ведь я же не показал ничего особенного. Я не показал летающих ковров самолетов. Я показал всего лишь существующие на самом деле деревни, поселки буквально в двух-трех тысячах километров от столицы вашей замечательной родины. И тогда я подумал, люди действительно не понимают, в какой стране они живут. И сейчас мы с этим попытаемся разобраться. Итак, на самом ли деле в вашей стране, в России нет денег? На самом ли деле, на полном серьезе вы пишите мне, что я утопист из фактически самой богатой страны мира? Господа, Россия владеет 40% всех природных ресурсов планеты. То есть приблизительно половина всех ресурсов на этом земном шаре принадлежит одной стране. Вы не просто богатая страна. Вы богатейшая страна. И когда вам с больших трибун это заявляют, они ведь правду говорят. Но просто вы почему-то эту мысль до конца углубить в своей голове никак не можете. Потому что какой-то маленький карлик выходит и говорит на всю страну. Ребята, денег нет, но вы держитесь и вы готовы с этим смириться. Вы даже не пытаетесь разобраться, о чем, собственно говоря, владеет эта страна. Вы смотрите на жизнь немцев, живущих фактически в стране, где нет ничего. В Германии нет ни газа, ни нефти. Мы вынуждены все закупать за пределами. В Германии не разрешено вырубать лес. Только тот лес, который падает, используется на дрова. Расчищается какая-то часть и тут же засаживается снова. В Германии нет ни алмазов, ни золота, ни ценных металлов. И вы восхищаетесь экономикой маленькой страны, не имеющей вообще ничего. Господа, а почему так? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что имеет ваша страна? Вас на огромнейшей территории, самой крупной стране мира, находится маленькая несчастная кучка, называемая населением. Вас по официальным данным 145 миллионов, а по неофициальным всего лишь 80 или 100 максимально. Все статистические данные в России завышены для того, чтобы получать дотации для регионов, для завышенного числа мест в больницах, детских садах и школах. Вас нет столько, сколько вам внушают. И вот представьте себе, что на территории огромной страны вас находится либо столько же, сколько немцев в Германии, либо чуть-чуть больше. Но посмотрите, какая Германия по размеру и какая Россия. Германия, если вы не знаете, 50 почти раз меньше России. И здесь немцы имеют участки земли, некоторые имеют по гектару земли. Посмотрите на эти картинки. Сколько свободных территорий, сколько полей, сколько всего производится, строится. 80 миллионов на этой несчастной маленькой территории всем места хватает. А вас столько же на территории в 50 раз больше. И вы мне на полном серьезе пишите, что у вас нет земли. Ребята, с вами что-то не так. Когда мне в комментариях пишут, Штарп, ты фантазер, у нас нет свободной земли. Нет, ребята, это у вас в голове чего-то не хватает. Если вы, находясь на такой огромной территории, пишите, что у вас нет земли. Другой вопрос, что вы эту землю не требуете. Что вы считаете, что эта земля вам не принадлежит. Это другой вопрос. Но то, что у вас нет земли, как можно об этом писать, живя в самой большой стране мира? Объясните мне. А теперь о деньгах. Россия находится, по сути, буквально на фонтане, изрыгающем деньги. Вы владеете не просто деньгами, ребята, деньжищами. Это трудно назвать деньгами. Вы продаете газ, нефть. Каждый день уходят огромные кубометры леса. Посмотрите, сколько всего вы продаете. У вас добывается столько золота, алмазов в Якутии, где люди находятся в полнейшей нищете. И никого это не напрягает. Это не я, сказочник. Это вы находитесь в сказочном литургическом сне. Итак, в Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тысяч на счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает 80 тысяч на приобретение жилья. То есть это именно то, о чем я говорю. Я не фантазирую. Я говорю, о чем происходит в других странах, точно так же, как и вы, торгующих нефтью. 13 тысяч Саудовской Аравии получает каждый выпускник вуза. Медицина и образование в этой стране бесплатные за счет нефтяных доходов. Куэйт. Каждому новорожденному государству открывает банковский счет в размере 13 тысяч. И государство предоставляет беспроцентный кредит на сумму 220 тысяч долларов для, опять же, строительства и приобретения жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячное пособие в размере 170 каждому несовершеннолетнему. Это имеется в виду ребенку. В Германии эта сумма еще выше. В Германии не торгуют нефтью. Но эта сумма выше до 25 лет. И каждая домохозяйка в Кювейте получает 300 долларов просто за то, что она сидит и смотрит за детьми. Образование в стране бесплатное. Поехали дальше. В Арабских Эмиратах новорожденному в день рождения дарят 150 тысяч долларов. Опять же, отчисление от прибыли за нефть. В США, в Аляске, на каждого жителя выплачивается 1 тысяча долларов в месяц. То есть, вот то, что я хотел сказать. В Германии хотят ввести безусловный базовый доход. Та же самая история. От общего дохода, от общего бюджета всем распределяется тысяча долларов. Работаешь ты, не работаешь. Но ты имеешь право получить от общего пирога. Так вот, на Аляске тысяча долларов для каждого только потому, что в штате добывается золото. Дальше. Создан социальный фонд, на счете которого находится 30 миллиардов долларов. И оттуда все распределяется. А теперь спросите себя, как часто вы слышите, пропускаете через себя и не осознаете цифры 30 миллиардов, 60 миллиардов, 120 миллиардов потрачено. На несчастную Олимпиаду было потрачено 65 миллиардов долларов. То есть, два таких фонда. Понимаете? И вы никогда лично себе не отдаете отчет, какими цифрами на самом деле апеллирует ваша эта группировка, сидящая в правительстве и просто разводящая вас как лохов. Вот эти цифры 40% всех природных богатств. А сколько это конкретно в деньгах? Так вот, в деньгах это 350 триллионов долларов. Ваша страна имеет 350 триллионов долларов. Это если пересчитать на каждого жителя в этой стране, было бы или приходится 2,5 миллиона долларов. Поздравляю вас, господа, вы лохи и не обижайтесь за это название. Каждый из вас владелец 2,5 миллионов долларов. Вы имеете эти деньги или эти деньги концентрирует на своих счетах какая-то отдельная кучка? Вот эти самые люди, которые внушают вам, что денег нет. Но деньги есть. И если бы средства в вашей стране распределялись справедливо, то по сути, вот если говорить на самом деле, вы могли бы вообще не работать, а просто получать ренту с нефтяных доходов. Вот это если бы в вашей стране, ну хотя бы на секунду, решили бы вдруг распределять доходы справедливо. Так что каждый, живущий вот в такой лачуге, в любом поселке, в любом депримированном городе вашей страны, по большому счету, должен иметь на счету 2,5 миллиона долларов. И вы хотите сказать, что я сказочник? Нет, я говорю о самом простом человеческом праве иметь кусок земли в самой большой по территории стране. Я не говорю о 10 или 20 гектарах. Я сказал о двух шестисотках, 1200 квадратных метров. Это более чем реалистично. Этот кусок земли вам обязаны дать в подарок от государства. Точно так же, как в других странах, при рождении ребенка переводится 150 тысяч долларов на счет каждого рожденного. Вам обязаны дать эту землю бесплатно. Вы маленькая кучка населения, получающие несчастные крохи, даже не крохи, у вас даже эти крохи со стола еще и переминают в муку и немножко посыпают на вас, потому что большего в их глазах вы недостойны, потому что вы ничего не требуете. Потому что вы спокойно живете, простите, в говне, имея самую богатую страну в мире. Где? Где сознание? В каком глубоком сне оно находится? Почему массы людей не дойдут до такой простой мысли, что хватит кормить упырей? Вы же свою жизнь пропускаете. Вы понимаете, что не будет никакого светлого будущего никогда там, впереди. А ведь речь о простых вещах. Дать каждому желающему кусок земли. Дальше. Пригласить фирмы, занимающиеся строительством домов, везде, по всей Европе. То есть это не какие-то фирмы, которые вчера создались. Эти фирмы, которые имеют уже 60-50 лет опыта. Они ставят дома в короткий период. На все дома 30 лет гарантия. То есть на все. На окна, на двери, на крышу, на трубы. Значит, ставя этот дом, фирма подписывается под тем, что 30 лет у вас с этим домом не будет никаких проблем. Не нужно изобретать велосипед. Достаточно просто пригласить этих людей с их технологиями. Закупить их работу и в экспериментальном порядке построить 1, 2, 3, 10 подобных поселков. Государству это практически ничего не стоит, кроме строительства дороги. Я ведь не говорю о том, чтобы вам эти дома подарили. Я говорю о том, чтобы вам дали кредит. А банку выгодно выдавать кредиты. Банк, например, здесь с трудом выдает кредит на бизнес или на машину. Здесь они немножко кривят лицо. А вот на строительство домов, на строительство конкретных объектов с удовольствием. Потому что до тех пор, пока вы не расплатились, этот объект принадлежит банку. И даже если вы расплатились, у вас дом, вы умерли, с вами что-то произошло, этот дом унаследовал кто-то другой. Этот дом снова выходит на рынок продаж. То есть банки беспрерывно торгуют недвижимостью. Поэтому банки заинтересованы в том, чтобы кто-то взял деньги и превратил это в реальные объекты. Банки должны, по сути, выстраиваться в очередь для того, чтобы раздавать вам кредиты. Если в вашей стране этого нет, значит в вашей стране вам лгут. Либо эта система в вашей стране не работает. Итак, в Европе деньги дают с удовольствием. Берите, пожалуйста. Они соревнуются друг с другом. Один предлагает 3%, другой 2,5%, а третий 1,8%. Они зазывают тебя и говорят, дружок, возьми эти деньги, построй дом. Поэтому если кто-то говорит, банк не даст, ребята, значит что-то в вашей стране функционирует ну точно не так. Если земля вам подарена от государства, то строительство такого дома обойдется не больше, чем 100-150 тысяч долларов. Каждый из вас или практически все владельцы своих несчастных квартир, которые все равно стоят 20, 30, 50, 70 тысяч долларов. Значит люди, не желающие жить в городе, продают свое убогое жилье и вкладывают это в строительство нового дома. И на та оставшаяся сумма, которая у вас останется со 100 тысяч, эти несчастные 60 или 50 тысяч долларов, вы в течение 10 лет легко за это расплатитесь. Итак, господа, я не сказочник. Как я сказал в самом начале, я законченный реалист. Я не рассказываю вам о кибуцах, о каких-то коммунах, где все распределяется бесплатно. Нет, это всего лишь сообщество людей, живущих на земле и имеющих свой участок земли, работающих либо рядом, либо в самом поселке. И для тех, кто способен зародиться подобной идеей, кто создаст какую-то инициативную группу, кто будет разрабатывать этот проект, достаточно проехать в соседнюю Финляндию и все увидеть своими глазами. Более того, я уверен, что со временем, когда-нибудь Россия будет жить так. 100% страна с огромной территорией не должна иметь многоэтажек. Вы должны жить все в одноэтажных домах, максимально в двухэтажных. Этот вывод до такой степени очевиден, что я не понимаю, как до людей это может не доходить. По сути, русские люди должны все проживать в поселках современного городского типа и там на местах заниматься производством сельских продуктов, агротуризмом, новыми технологиями, репродукцией ветра, воды и энергии и прочее. Вы все это можете и не рассказывайте мне о вечной мерзлоте и невозможности построить дороги. В соседней Канаде, в Шведции над вами смеялись бы в голос, где точно такой же климат. А потом еще рассмешите японцев, у которых уже давно дороги с подогревом. Там тоже холодно, ветра суровые зимы и в Японии дороги подогреваются, там вообще нет никакого гололеда. Вот так люди живут в 21 веке, а в стране, где имеют 40% всех природных ресурсов и они оцениваются в 350 триллионов долларов, не в состоянии построить дорогу. Это не потому, что вы не можете, это не потому, что нет специальных технологий. Это потому, что читайте название этого ролика. Пока.